Глава 6.3. Разведочный и пространственный анализ данных. Следующий шаг в электорально-географическом статистическом анализе, уже специфический для географического подхода, разведочный и пространственный анализ данных будет состоять из схожих трех этапов. Первый. Центрографии, выявление средних значений пространственного распределения явления, и стандартного отклонения от них. Второй. Пространственного относительного анализа, определение характера распределения переменных относительно пространства, в том числе их пространственного лага и относительного риска. Третий. Пространственного автокорреляционного анализа, проверки пространственных зависимостей между отдельными переменными, то есть гипотеза наличия пространственной автокорреляции на глобальном и локальном уровнях. Всем хорошо известно, что чем ближе окажешься к больному, тем выше вероятность заразиться от него. В этом знании проявляется интуитивное понимание фундаментального закона бытия, его пространственно-временной организации. Нельзя заразиться от контакта с человеком до того, как он заболел, поскольку в мире действует временная историческая закономерность и нельзя заразиться, не оказавшись рядом с больным, поскольку в мире действует пространственная географическая закономерность. А поскольку из физики мы знаем, что время есть лишь одно из измерений пространства, то можно сказать, что наше бытие определяется координатной сеткой пространственно-временного континуума, в котором оно расположено. Многие политические и социально-экономические явления на самом деле распространяются по тем же законам, что и эпидемия болезни. Скажем, доказано, что люди активнее голосуют за кандидата в соседних районах с теми, в которых он вел предвыборную кампанию, или что появление богатого поселения повышает благосостояние соседних. Итак, именно пространственные связи между объектами становятся в географии объясняющими явления. Например, неверным будет утверждение, что демократия возможна только в небольшом по площади государстве, в то время как гипотеза о том, что демократия более вероятно в стране, окруженной демократиями, вполне состоятельна. Базовая гипотеза географии состоит в том, что пространственная организация Земли предопределяет территориальную расстановку объектов на ее поверхности. Далеко не всегда, однако, это именно так. На характер территориальной расстановки политических сил, как на международном, так и на внутристрановом уровне, влияет множество других факторов, помимо пространственной организации планеты, сформированной природой, обществом и человеком. Понять, в какой степени гипотеза географии верна и способна объяснять природные и общественные процессы, является целью географических исследований. В естественных науках данная закономерность пространственной организации существования материи получила название физического принципа локальности, близкодействия, согласно которому утверждается, что на объект влияет только его непосредственное окружение. Несмотря на то, что квантовая механика доказала неполную состоятельность данного постулата, квантово-запутанные частицы влияют друг на друга, будучи физически удаленными на значительные расстояния, даже Альберто Эйнштейн настаивал, что если бы данная аксиома была неверна, мир вокруг нас был бы магическим, а не рационально познаваемым. Пространственный статистический анализ, иногда также называемый пространственной эконометрикой или геостатистикой, как отрасль географии, применяет методы математической статистики для подтверждения или опровержения подобных закономерностей. Для этого используется моделирование данных в геоинформационных системах, в первую очередь QGIS, ARCGIS и GEODA, и в статистических пакетах STATA и ARR. В пространственном статистическом анализе выделяются три типичные проблемы, способные привести к значимым искажениям итогов исследования, которые требуют особого внимания ученого на этапе первичного осмотра данных. Первое. Проблемы изменяющейся пространственной единицы связаны с тем, что при разных масштабах анализа могут существенно отличаться результаты агрегирования данных в территориальные ячейки. Например, если избирательный округ включает и городские, и сельские поселения, то общие цифры по нему сглаживают внутренние различия между ними, которые могут быть важны для оценки функционального размежевания в обществе. Проблема вынудила итальянского статистика Джозеппе Арбия переформулировать первый закон географии Тоблера в таком виде. Все влияет на все. Но явления, наблюдаемые с грубым пространственным разрешением, связаны больше, чем явления, наблюдаемые с более высоким разрешением. Или другими словами, чем крупнее масштаб анализа, тем явственнее гетерогенность пространства и достовернее результат анализа. Для электоральной географии отдельную проблему составляет изменение границ избирательных округов и участков или административно-территориального деления страны, которое затрудняет кросс-темпоральное сравнение итогов выборов в одной стране. Вторая. Проблема краевых эффектов. Связано с установлением географических пределов района анализа. В результате исследователь исключает из анализа влияние, которое оказывают наблюдение за пределами района анализа, а также делает асимметричными данные о характере соседства ячеек. Находящиеся в центре выборки имеют полноценное соседство, а те, что по краям, только выборочные в определенных направлениях. Третья. Проблема множественного сравнения заключается в том, что чем больше пространственных объектов мы изучаем, тем выше вероятность ошибки в оценке пространственных зависимостей в отношении конкретного одного наблюдения. Проблема усугубляется тем, что соседние наблюдения в пространстве имеют схожее окружение, и это повышает вероятность статистической ошибки вывода для отдельного наблюдения, сделанного на основе сравнения большого числа расположенных рядом объектов. Также при анализе данных в пространстве необходимо обращать внимание на эффект затухания расстояния. Пространственное влияние не распространяется равномерно, или по экспоненте оно имеет порог затухания, когда оно перестает быть значимым. Так, скажем, увеличивая в работе количество включаемых порядков соседства, мы можем исказить результаты. Более того, пространственное влияние может быть асимметричным по своей силе в разных векторах, что может приводить к явлению пространственной инверсии, когда более дальние объекты больше связаны, чем более ближние. После разведочного пространственного анализа данных выделяются следующие направления пространственного статистического анализа данных. пространственный регрессионный анализ, пространственный кластерный анализ и геостатистика, пространственная интерполяция и кригинг. При этом последнее сейчас почти не применяется в социальных науках, так как имеет дело с анализом непрерывных данных. Продолжение следует... Продолжение следует...